Талантливому человеку позволено чуть больше, чем простому смертному. Талантливому. Вот на самом деле, талантливому равняется знаменителю. Подождите, давайте вот в понятиях не плавать. У нас, знаете, как так получается, что некоторые люди считают себя... Да, ну, талант это что-то вот свыше, как говорится. И как же мы не будем плавать, если мы не дадим определение таланта? Давайте, дайте определение таланта. Дайте вы, это же ваша идея. Нет. Определять по таланту. Я не определяю по таланту. Так. Ну вот вы считаете, предположим, футболиста, который дошел до определенного... Я считаю, что спортсмены дошли до... Я вам подскажу, Станиславский, поклонники, таланты и поклонники. Если есть поклонники, таланты... Значит, это талантливый человек. Для любого осла где-то травка проросла, говорил Слуцкий. Может быть, действительно. То есть у каждого. Вот, например, у меня есть поклонники, я знаю, которые обожают... За чем-то ты талантливый. Да, все правильно. Еще раз говорю, но это не значит, я звезда там и так далее. Вечерую Москву смотрят огромное количество, миллионы людей. Это ваша аудитория, это поклонники, они не смотрят какой-то другой фенеральный канал, понимаете? Это есть поклонники, и поэтому есть ответственность у вас, у каждого, кто что-то говорит. И в футбол то же самое. Если у него есть хоть один фанат, все, он уже ответственный, как Сантуан Исапери. Ты ответственник за то, кто за тебя болеет, понимаете? Иначе иди ты нахрен в подвал играй где-нибудь в шахматы.